Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с нами в студии Куандек Чингизович, известный историк, исследователь, ученый, учредитель колледжа Туран. Но при этом, несмотря на все свои организационные профили деятельности, находит время для исследования и, более того, радует нас своими новыми изданиями. Буквально в прошлом году вышел такой сборник документов «NDH Digest» и «Постолярные источники по истории движения АЛАШ». Мы делали об этом репортаж, было интервью. И вот в этом году Куандек Чингизович радует своих читателей вторым номером в этой серии, также посвященных движению АЛАШ. В сборники включены новые, ранее не введенные еще в научный аппарат документы. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Спасибо за приглашение. Прежде всего, хотел сказать, что Казахстан буквально недавно отмечал столетие движения АЛАШ, столетие создания вооруженных формирований. Вообще, тема АЛАШ, самого этнонима, она для казахов сакральна. В начале 20 века, буквально после первой русской революции 1905-1907 года, на всей территории Российской империи, Казахстан, она была частью этой огромной страны, произошли серьезные и знаковые изменения. Они коснулись того, что в Казахстане, прежде всего, произошло серьезное политическое пробуждение, и оно было связано с событиями, которые предшествовали выборам в Государственную Думу, впервые в истории Российской империи, народы, которые находились в относительной зависимости сегодня, одни специалисты говорят, что это были колонии, одни специалисты считают, что это были, наверное, протекторатные. Я сам сторонник того, что в Казахстане все же не было колонией. Это были протекторатные, зависимые территории. Другое дело, что мы сейчас не касаемся вопроса легитимности того, что произошло с казахской государством, но именно после Первой русской революции появилась плеяда блестящих казахских интеллигентов, интеллектуалов, которые, мне кажется, продолжили лучшие традиции казахских интеллигентов 19 века в лице Абая Клюмбарина, Валиханова, Ибраев Насарина и многих других известных специалистов в своей отрасли. И движение Алаш, которое зародилось после Первой русской революции, оно в 1917 году приняло очень большое резонансное, статусное положение в казахском обществе, и я бы сказал, даже на территории Российской империи Алаш стал очень узнаваем, прежде всего благодаря тому, что была создана партия Алаш, и во главе ее стали известные деятели государства российского, надо сказать, что и Алихан Гипеханов, и Ахмед Батурсунов, и Алимхан Ермеков, и Шиспек Альмутов, и Макжан Жумабаев, и Жах Пахпаев, и Жан Марсеков. Это были известные государственные деятели, имели блестящее университетское образование, европейское образование. И эти люди стали во главе партии Алаш и во главе национального движения, которое ставило прежде всего вопросы сохранения самобытного этноса, самобытной культуры. И, естественно, Алаш ставил задачи государственные, политические, что, собственно, не могло устраивать в то время российские государственные органы, потому что Россия шла по пути стирания национальных граней. Задача была как можно быстрее лишить все национальные окраины, каких-то национальных черт, признаков государства. Большинство политических партий в тот период не рассматривали вопрос о создании автономии в составе российских государственных государств? Алаш рассматривал. Дело в том, что движение Алаш после Первой Русской Революции, когда оно еще не было оформлено политически, не было оформлено нормативно, но оно имело место, потому что началась активная публичная дискуссия проблем казахского общества, особенно через киргизскую областную газету, так называемую «Дала-Велатен», или «Казах», которая издавалась одно время в городе Омске. Эта территория в то время была, собственно, одним из административных центров Казахстана. И публично даже рассматривались такие вопросы, как орошать луга, как сеять пшеницу, как в нынешней ситуации, когда есть огромное количество казачьих кордонов на территории Казахстана, которые сужали вопросы экономической миграции для кочевых племен. И в такой ситуации, как выживать, то есть стояла задача трансформации, преодоления кризисных явлений. То есть казахское общество должно было, по сути являясь традиционным, как-то самосохраниться и взять все лучшее, наверное. В общем-то, лидеры Аллаш того времени не переживали, и они, в принципе, видели, что это возможно только, если иметь хоть какое-то политическое формирование. Целиком и полностью говорить, что они стояли на пути создания отдельного государства, не стоит, потому что они были все под жандармским контором, был четкий шпионаж со стороны российской жандармерии, многие были осуждены, даже в ссылку, даже студенты были исключены, тот же Райк Жамбарсек, Жак Пахпаев, они пострадали от политических репрессий. Собственно говоря, это были люди-вольнодунцы. Но в России шла уже волна демократии, несмотря на то, что Россия оставалась самодержавной страной, монархической, и это было не только присуще для Казахстана, но и для всей огромной территории России. Поэтому это были неизбежные центробежные движения, потому что Россия оставалась самым крупным государством в мире, и с ней не могли не считаться, но с другой стороны, она была одним из самых отсталых стран в мире. Поэтому внутри самой России политическая элита, она понимала, и как раз в это время приходит мощная партия кадетов, это либералы, люди, которые, в принципе, были противниками самодержавной власти, и многие деятели Алаш, они вышли из кадетской партии. Да, интеллектуальная элита в то время. Хорошо. Чему посвящен второй сборник документов? Второй сборник документов посвящен, прежде всего, событиям, связанным с первым общесибирским съездом, который состоялся в октябре 2017 года. Дело в том, что, когда мы даем характеристику истории Казахстана, истории бывшей Российской империи, с момента февральской буржуарной революции 2017 года до октябрьской, ноябрьской революции, да, в зависимости от смены календаря, есть такой термин, он такой простой, двоевластие. Но это двоевластие заключалось в том, что была борьба двух направлений, большевиков и меньшевиков, так условно называемые. Большевиками называли все политические силы, которые были за революционные изменения. Меньшевиками называли те политические силы, которые стояли за сохранение монархии и за, скажем так, эволюционное развитие монархии, которая в последующем должна была плавно перейти по пути буржуазного, русмуниканского развития. И как раз в октябре объединенные силы Сибири, туда пришли деликаты из Казахстана и Средней Азии, стоял вопрос, как создавать и развивать дальше российскую государственность, потому что двоевластисть закончилась тем, что на территории бывшей российской уже империи, которая де-факто в феврале разводилась как монархия, но как буржуазное государство, оно не оформилось по своему нормативному уровню, статусно правового оформления не произошло. Все ожидали создания и создания учредительного собрания. Это главный орган, так называемый, который должен был определить судьбу Российской империи, включая судьбу всех народов, которые находились в разном статусе. Который таки не состоялся. Который, да, не состоялся. Но здесь есть масса проблем, потому что российский политический бомонд ощущал давление фронта, продолжалась Первая мировая война, не без успеха, но шла война на фронте с Германией в то время. Более того, Россия в 1917 году ощутила всю проблему нехватки продовольствия, экономические проблемы, боеприпасов. И более того, все эти революционные движения, они привели к брожению, братанию солдат. И, собственно говоря, была определенная децентрализация власти, которой неминуемо воспользовались, конечно, наиболее радикальные слои. И, боясь чрезмерной радикализации и, собственно говоря, развала страны, этого бояли, кстати, и лидеры Алаш, потому что они ратовали за создание единого государства, и что Алаш будет в их составе, скажем так, автономным государством. Потому что они предполагали, что, наверное, сразу поднять государственность на территории Казахстана вряд ли возможно. Достаточно сложно. И второй сборник как раз посвящен эпистолярными источниками из Томского государственного архива, где обсуждаются насущные проблемы. Но сборник очень интересен, в каком плане. Во-первых, введен в научный оборот несколько документов, список полностью всех делегатов. Впервые приводится выступление известных лидеров Алаш, Алимхана Ермекова, первого профессора математики, Раимжана Марсекова, одного из ведущих юристов, с отличием, кстати, закончил Санкт-Петербургский университет. Неизвестное выступление лидера Алаш Алихана Букиханова, собственно говоря, это сенсационный сборник, по сути. Есть ряд документов, которые до этого были изданы, но основная часть документов они не изданы. И задача этого сборника еще раз рассказать проблему Алаш, каким образом строилось государство, каков был статус движения Алаш, государство Алаш, еще не было создано, но создается потом уже, в декабре месяце 1917 года, окончательно оно юридически оформляется. Мы много слышим о первых крупных национальных лидерах Алихан Букиханов, Ахмед Бойтурсынов, Муржак Булатов, но вот действительно, чтобы благодаря таким историкам, как вы, вы наполняете их имена смыслом, идеями, взглядами, словами, и в этом, наверное, как раз и заключается главная ценность этих сборников. Скажите, пожалуйста, основным источником у вас являются фонды Томского государственного архива. ГАТО, Государственный архив Томской области. Ну, Арман, вы же понимаете, что история, это наука политическая, но в любом случае историк оперирует некими источниками. Архивные документы это главный источник. То есть, только на основании архивных документов мы можем получить подтверждение каким-то научным гипотезам, засидеть все те или иные научные факты, посмотреть хронологию тех событий. Здесь уникальные источники, которые показывают даже каллиграфический почерк наших известных деятелей. Показывают даже, было бы очень интересно посмотреть, как оформлялись и регистрировались важные государственные документы, как они составляются. То есть, даже культура дела производства здесь указана. Здесь для себя пищу для размышлений найдет не только историк. Филолог может найти, литератор может что-то найти, культуролог что-то может найти, географ, политолог. Поэтому, он такой, межпредметный сборник, не совсем исторический. Здесь очень много фактов, касающихся, прежде всего, становления вот этих политических процессов. Потому что Алаш, который планировался как государство быть автономным в составе еще не созданной Российской Демократической Республики, по воле случая, в результате вот этих томских событий и последующих событий, в результате всех этих процессов стал государством самостоятельным. И моя задача, как историка, прежде всего, довести, что государство Алаш является первым светским государством на территории Казахстана. Первым светским. Вторым, наверное, светским государством является, наверное, автономная Казахская Советская Социалистическая Республика, которая была потом трансформирована в Казахскую Советскую Социалистическую Республику. И уже третьим светским государством в истории Казахской государства является Республика Казахстан, которая была создана в 92-м году после распада СССР. И, собственно говоря, Наша современная государственность, это свое начало берет в период как раз партии Алаш, потому что впервые документально, юридически территория Казахстана, ее границы, они получили документальное подтверждение, и некий контур был вытершен именно лидерами Алаш. И окончательно он был завершен уже в наше мирное время, когда руководитель государства, султан Мазарбаев, являясь президентом Республики Казахстан, окончательно подписал договор о демилитаризации границ и с Китаем, и с Российской Федерацией, с кем у нас самая большая сухопутная граница. Это очень важные вещи, потому что история государственности казахов кочевого периода, феодального периода, это одна история, которая, к сожалению, страдала, скажем так, недостатком конкретики, недостатком нормативно-правовых документов. Ну и субъективным взглядом. Плюс ко всему, понятие кочевого государства, ее границы, они всегда мобильные, потому что историки, современные историкография, историческая общественность, они должны переключиться, что кочевые государства нужно рассматривать немного по другим углам, с другими шаблонами, с другими методиками, потому что границы были мобильные. И наши предки все время кочевали до Чумени, до Самары, до того же Томска, Горный Алтай огромное место заселяет. Ну, естественно, это не говорит о том, что эти территории были казахскими, но эти территории практически были какое-то время подконтрольны казахам, и территории границы Казахстана зависели от экономических, от политических, от внешнеполитических угроз, от факторов, да, геополитических. Поэтому именно вот благодаря вашей территории получил конкретное юридическое очертание, в последующем Советский Союз, естественно, перекроили опять же по-своему, но вот благодаря, наверное, всем этим действиям, наверное, действиям современного государства, правителя, включая нашего лидера Казахстана является, наверное, одним из крупных государств мира, мы входим в десятку, в девятую страну в мире. Это очень важно, но нужно понимать, что Аллаш – это истоки современной светской государственности. Ее истоки лежат именно в деятельности Аллаши. Естественно, это не говорит о том, что у нас до Аллаши не было государственности. Я, например, не совсем согласен, что мы историю Казахстана и казахской государственности ведем с 1465 года, ну, скажем так, датирование Мухаммедом Хайдара Дулати, создание казахского хаза. Потому что по ряду источников мы его можем продвинуть на 1428 года, да, правило Урусхамм. Более того, несколько лет назад ведущие ученые, историки, архивисты Казгу, нашего ведущего университета, да, в Алмате, они были в библиотеке Тегерана, и нашли очень уникальные рукописи, где конкретно был указан о связях казахских ханов, взаимоотношениях в 8-9 веках с персидскими правителями. И я не зря сказал казахских ханов, потому что в этих рукописях приводится слово «казах» впервые. То есть мы в современных исторических источниках, учебниках смотрим, и когда подходим к анализу, к этимологии слова «казах», мы его привязываем к объединительным процессам после распада монгольских улусов, на территории Казахстана, произошло объединение. Это не совсем верная точка, потому что казахами, именно я так представляю, что кочевников наших далеких предков на территории средневекового, древнего Казахстана, международные государства, как раз казахами и называют. И наглядно тому доказательство находки в Тегеранской библиотеке удивительные вещи. Я, правда, не знаю, почему нет этому серьезного научного дальше освещения, в чем проблема, потому что любой источник, он не может быть собственностью. Я, например, привез в Томск огромное количество источников. В прошлом году я передал в военно-исторический музей на хранение, потому что эти источники не могут мне принадлежать, я их нашел как исследователь, но они должны принадлежать нашему обществу, ученым, учебным заведениям. Исследователям. Исследователям должны пользоваться, научный оборот пускать. Это же наша история. Очень благородно. И вы говорили, что на этом серия не заканчивается. Мы ждем от вас продолжения третьей части. Когда вы планируете ее? Вообще запланировано пять сборников, эпистолярный источник по истории движения «Алаш». Дело в том, что после октябрьского съезда, общесибирского, куда пришли представители из Дальнего Востока, Средней Азии, Сибири, в Томске прошел второй съезд. Он прошел в 17-м году, в декабре. Но по иронии судьбы и обстоятельствам, в декабре как раз произошел очередной съезд партии «Алаш», где произошло юридическое и правовое оформление казахской государственно-средской. Было создано окончательное правительство. Хотя идеи этого создания еще на первом съезде были обозначены. Но вот как раз третья сборня будет посвящена этим документам. Там присутствовала небольшая группа делегатов от «Алаш», от Казахстана. И эти документы впервые тоже будут представлены на суд общественности. Я думаю, в самое ближайшее время документы у меня уже в наличии. Следующий этап – это документы, касающиеся 2018 года. И это период, когда происходит окончательное формирование «Алаш» государственности, ее вооруженных сил, тяжелые отношения с рядом, скажем так, политического окружения, включая Сибирь, включая государство Колчака. Собственно говоря, у Колчака-то мы не можем сказать, что это было государство. Это, скорее всего, был какой-то политический центр с мощным военным ядром. И «Алаш» в большей степени был государством, чем правительство того же Колчака. Поэтому я думаю, что нам не стоит сравнивать сибирское правительство Колчака с «Алаш», потому что государство «Алаш» было более выдержанное политически. Другое дело, что эта история прежде всего касается России, поэтому, естественно, политический, общественный, скажем так, информационный бэкграунд немного другой. Мы всегда привыкли, все, что касается нашей истории, вот недавно я на одном из порталов прочитал, что мы формируем негативные ощущения представления нашей истории. Абсолютно с этим согласен, потому что, когда касаешься наших учебников, что школьных, что вузовских и выступлений многих известных наших ученых, профессоров, то война, то джунгары, то бедствие, то бай плохой, то еще что-то, кто-то неудачно. То голод. Да, то голод. И, естественно, в голове у простого обывателя думают, «Боже мой, казак, мой мультролиен, всю жизнь умирал, всю жизнь воссоздавался». Это не совсем верно. Даже те же джунгары, которых нам преподносят какими-то адскими, чудовищными врагами, это были одни из лучших наших союзников, между прочим. И у нас были периоды успешного сотрудничества с джунгарами. И это были кровнородственные отношения, близкодружеские отношения ряда правителей. Другое дело, что джунгары были кочевыми этносами, которые видели в казахском ханстве единственного серьезного конкурента на тот момент. Почему не преподносить именно под таким соусом? В итоге ведь казахское ханство победило. Пусть и не без помощи Китая, не без помощи других проблем, которые в джунгарском ханстве произошли. Поэтому мы должны поменять трактовку подхода. И как раз четвертый сборник нам покажет полностью все вот эти перипетии. И пятый сборник будет посвящен завершающей стадии, когда государство Алаш оформилось как международная правовая субъектность. Я представил документы по признанию Алаш как государственности. И в пятом сборнике будут представлены документы о сотрудничестве Алаш с различными политическими объединениями, движениями, включая и Колчака, включая различных сибирских региональных автономных объединений, того же Комуча. И, естественно, завершая отношениями с большевиками. Почему такой крен произошел, в принципе, общеизвестно. Лидеры Алаш и казахская либеральная интеллигенция, к моему удивлению, я проанализировал идею либеральных, проанализировал кратко для себя историю либеральных организаций во всей Российской империи, и пришел к такому выводу, что только в Казахстане удалось либеральным силам прийти к соглашению с лидерами советской власти. И именно либеральные деятели Алаш больше всего простояли у власти еще в советский период. Правда, в конечном итоге, в 30-е годы они все были рефрессированы. Но это уже другой вопрос. И как раз в завершающем пятом сборнике, я думаю, удастся представить. Но для этого нужно хорошо проработать с архивами Ушвы, с архивами Оренбурга. Сейчас я ряд запросов сделал в архивах Иркутска, Хабаровска. Потому что очень много источников связи правительства Алаш с Японией, с Германией. Потом идут различные кривотолки, что некоторые лидеры Алаш были предателями, были германскими шпионами. Это, кстати, интересный вопрос. В период распада Российской империи, создания национальных государств, как, допустим, республики в Азербайджане, в Грузии, в Прибалтийских республиках, они не только объявили о своей независимости, но они получили и международное признание, в том числе и в ВССР на парижской конференции. О признании Алаш, об этом как-то не говорят наши ученые. Были ли какие-то попытки или, допустим, факты такого признания? Ведь, насколько известно, и лидеры Алаш, наверное, взаимодействовали и с представителями иностранных миссий, которые были в том же, при временном сибирском правительстве у Колчака. И все-таки они видели определенную силу в казахской государственности? Вы знаете, очень интересный вопрос, в принципе, он логичный вопрос. Я абсолютно убежден, например, в первом сборнике я привяжу письмо представителя Генерального консульства Соединенных Штатов Америки, где он пишет всем делегатам данного съезда, что в Соединенные Штаты Америки не вмешиваются свободные воли изъявлений представители Сибири и других регионов, включая Казахстан, и поддерживают любую деятельность по самостоятельному развитию. Я думаю, что аналогичные письма и подтверждение признания международной правосубъектности, я абсолютно убежден, что получал ее Алаш. Другое дело, почему они нам недоступны. Здесь нужно понимать следующее. Здесь нет, скажем так, никакой антироссийской риторики. Мы должны четко понимать, что Россия современная, и Россия и Советская это два разных вещей, абсолютно две разные государства. В советское время движение Алаш, Алашская государство преподносилось как буржуазное, шевенщическое, националистическое государство. Тема была непопулярная. Тема была непопулярна, притом, оставим это на совести тех ученых. Но Алаш, республика Алаш и партия Алаш, она не была националистической. Она по количественному составу, естественно, была национальной, потому что преобладали казахи. Но даже при создании правительства Алаш, там несколько постов министров были оставлены для других инородческих народов. Ничего не было, например, в той же России. И применительно тому, есть ли документы подтверждающие. Пока этих документов у меня нету, и я как-то не слышал и не встречал. Но я абсолютно убежден, например, после распада Российской империи, когда Россия себе объявила буржуазной республикой, но она, объявив, еще не оформилась. Это, к сожалению, говорит... Вообще проблема России, мне кажется, она и сейчас. Это проблема менеджмента политического бомонда. И если бы те политические силы, которые стояли в 1917 году, были как менеджеры более способны, возможно, и развала такой страны не было. Возможно. Может быть, этот развал просто был бы чуть позже и в другом качестве. Я здесь не могу уже что-то говорить. Но я что хотел сказать. В советское время многие документы, связанные с историей Алаш, были изъяты, и они хранились в архивах НКВД, в последующем архивах КГБ. Они сейчас для нас закрыты. Это раз. Иначе ничем не объяснишь, что в Казахстане по Алаш практически ничего нет. И наши ученые вынуждены не есть в российские архивы, которые для нас крайне малодоступны. Даже если вы получите доступ, очень трудно ориентироваться в архивах. Ты просто не зная номер архива, не зная номер дела и описи, бесполезно, что ли, выискать. Там миллионы страниц и документов, зашифрованных под разным грифом, там же не пишется по истории Алаш. Там конкретно фонд такой-то, общий период такой-то, и огромное количество. Я даже в Томском архиве свыше 980 тысяч исторических документов дореволюционного периода. Можете себе представить? Это, можно сказать... Около миллиона. Больше миллиона. Если брать советский период и уже период российский, то я думаю, что там уже на несколько миллионов пойдет количество источников. Но, мне кажется, нужно смотреть на губеровские архивы. Вот. Может быть, все-таки посмотреть западные архивы? Это раз. Я знаю, что прекрасно в этом направлении работал известный руководитель, историк Брукутпай Айазан по политической истории. Я думаю, что нужно посмотреть китайские архивы, но, к сожалению, для нас уже недоступны. Потому что еще одна моя, не то что любимая тема, но тема сокровенная, это китайский Алаш. Есть такая тематика, вы, наверное, слышали, как человек близкий к истории. Было целое движение среди лидеров Алаш. И один из них, кстати, Райджан Барсик, который еще в 22-м году попал под волну репрессий. Хотя, уже признав советскую власть, служил на благо казахского народа. И, узнав о том, что готовит силу ареста, он ночью совершил побег. Ну, побег, он же не в заключении был. Ушел на территорию Китая, и уже в городе Шаушек, это территория компактного проживания, или автономный казахский район, не шли. Но китайские архивы закрыты. Вообще, казахи, Китай, Синьцзайнигурского периода, это тема закрытая. Тема закрытая. Я думаю, что мы можем многое найти в китайских архивах. Но, возможно, что-то есть в монгольских архивах. Но абсолютно убежден, что нам нужно искать в Японии. Абсолютно убежден. Абсолютно убежден, что нам нужно искать в Великобритании. Потому что Великобритания имела прямой интерес к Средней России. Абсолютно, да. В Германии, у нее задачи были немного другие. Казахстан для нее не представлял никакого интереса. И сотрудничество Алаш с Германией шло только через японцев. На Японию, насколько я знаю, выходил Раим Джам Марсик. Мне доподлинно известно, что Раим Джам Марсик, кстати, чтобы для широкой общественности было ясно, я выпустил две монографии. Он являлся одним из лидеров Алаш, был председателем всеказахского суда. Условно говоря, это высшую судебную власть государства Алаш. Практически, да. И более того, это был человек, который стоял у истоков создания военных формирований. И он имел блестящее образование юридическое, знал несколько языков. Но я так предполагаю, что это был очень предприемчивый деятельный человек, потому что корни деятельности Раим Джам Марсикова ведут не только в Китай, но и в Монголию. И еще в период формирования войска Алаш он ездил на Дальний Восток. И по тем скудным сведениям была попытка доставить вооружение от Японии, соответственно, и из Германии, для снабжения войск Алаш. Потому что сибирские автономисты Алаш отказывали предоставление военного обмунирования, снаряжения. Они считали, что они способны с большевиками справиться сами. Но когда к большевике пошли серьезные наступления, снабжение пошло. И плюс было недоверие. Алаш обращался и к Колчаку помочь в военном снабжении. Потому что одно дело, когда есть гладкоствольное охотничье оружие, которыми казахи большого количества владели, и другое дело нарезное военное оружие, которое бьет на 3-4 раза больше и меньше. Ну, Колчак неохотно, но потом пошел навстречу. Ну, было этого недостаточно, и время было потеряно. Потому что, насколько вы знаете, казахов, это был один из немногих мусульманских народов, которых в российскую армию не призывали. Причина была предельно проста. Казахов боялись в российской армии. И боялись по одной простой причине, что казахи оказывали наиболее ожесточенное сопротивление российской империи по ее периоду, ее колонизационной и протекаратной политики. И военные отношения того же кенесары, когда практически 90% территории на 10 лет вышло из-под протекарата российской империи. И 10 лет войны, представьте, успешной войны. Потом уже перед революцией события предвещали Амгельды и Иманов. И казахов, когда призывали в годы Первой мировой войны, они не участвовали в войне, как солдаты. Они участвовали в качестве тыловых рабочих рук, работе силы. И поэтому, естественно, было потеряно целое поколение, несколько поколений казахского населения выросло, которое никогда не воевало и не имело военной здоровки. Понимаете? И это казахи, которые, собственно, являются потомками великих кочевых военных держав. И поэтому, естественно, нужно было время, чтобы успеть подготовить. Это время было утеряно. Колчак дал оружие, но было поздно. Большевики успели набрать обороты и не успели подготовиться. Но я думаю, что это было неизбежно. Большевики все равно побеждали. Практика показывает, что они были более искусственными руководителями, тактики, стратегии. Я сделал ряд запросов в Хабаровск, в Иркутск, в Владивосток. Возможно, какие-то следы я найду. Потому что искать нужно, но я думал, что обязательно нужно искать в архивах Великой Британии. Обязательно надо искать в Гуверусском архиве и в других, может быть, даже в библиотеке Конгресса США. Потому что я знаю, много архивных источников находится там. Да, именно доступно. Нужно в обязательном порядке искать во Франции. Но все это ограничено не только финансами, но и, естественно, языковыми сложностями, сложностями дипломатического характера. Потому что это очень корректные вопросы. Надо аккуратно эти поиски продолжать. В том же Иране нужно искать, если не то пошло. Турецкие архивы. Турецкие, абсолютно верно. Я думаю, что там даже поиски идут. Потому что это наша история. И если мы хотим историю светских государств изучать, пока мы не изучим все, что касается политических процессов и ее результаты и впоследствии, связанные с движением Алаш, мы не сможем эту историю раскрыть. Потому что впервые была написана история светской государственности именно деятелями Алаш. И получила наиболее успешные воплощения уже современные. Алаш – это продолжение нашей современной республики Казахстана. Все. Спасибо вам большое. Будем надеяться, что поиски, научные поиски дадут благожданный результат. Рахмет вам, Харман. И вашему коллективу, цифровому порталу «Истории Казахстана», вашему акционерному общему «Казконтент» благополучия, успеха. Потому что очень креативный, очень живой, информативный портал. И мы с удовольствием всей семьей смотрим и ваш сайт, и следим за информацией. Потому что популяризация истории народа имеет очень большое политическое и культурологическое значение. Большое спасибо. С нами был Куаннык Ченгидович Кудыбергенов. Спасибо большое. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин